Идет 2018 год, вся жизнь крутится вокруг туалета, люди поклоняются туалету, слагают про туалеты легенды, делаем золотые туалеты. А мне сегодня выпала честь пригласить на эту сцену издейную вдохновительницу Клуба веселых, осознанных людей, Надежду Сказкину под вашей бурной, конечно же, улюбленья аплодисменты. Знаете, что хочется сегодня сотворить, что хочется сегодня сделать? Вот я ходила по фестивалю и вдыхала воздух фестивалей. И думаю, ведь волшебное место, вот эта вот река Жане, долина реки Жане, и здесь столько удивительных волшебных историй состоялось. Вот ходишь уже который год, там пятый что ли, ходишь и смотришь людей, да, год прошел, у них что-то произошло, год прошел, что-то произошло, и все очень многим, у очень многих связано именно с этим местом, вот то, что с ними случалось. Ну здесь, конечно, открывается сердце, здесь все помогает, здесь горы, здесь дольмены, здесь воздух, и, конечно, каждый год здесь собирается огромное количество сильных, уникальных людей, которые творят реальность. И как же мы могли бы не использовать вот это вот все для того, чтобы усилить нашу мысль с помощью такой вибрации, как смех? Конечно, мы это будем делать. И, собственно, для этого и существует эта игра «Глубь веселых и осознанных», по-другому называемая ее по-русски «Эх, потеха», потому что русский народ всегда, и да и не русский, и вообще народ, и вообще люд, всегда смеялся, всегда делал что-то такое, чтобы сотрясалось все его тело, и этими вибрациями свои мысли поднимали высоко-высоко. Вот я прошу сегодня горы, звезды, реку, я прошу всю природу поддержать нас сегодня в нашей игре. Пусть нам будет смешно, по-настоящему весело, по-настоящему как-то вот объединенно. Прежде чем начнется игра, вы знаете, я хочу вас познакомить с творчеством... Не знаю, кто-нибудь знает о творчестве Игоря Губермана? Кто-нибудь читал его? Ох, вообще такой дядька удивительный. Он, конечно, матершинник страшный, но при этом он такой точный, как можно в четырех строчках выразить какие-то удивительно уникальные, точные вещи. Я вам сегодня в течение всей игры буду читать Губермана. Не знаю, с чего начну прямо сейчас вот. И потом ум полон гибкости и хамства. Когда он с совестью в борьбе, мы никому не лжем так часто и так удачно, как себе. Давайте сегодня себе наврем о том, что жизнь прекрасна, о том, что СМИ вещают только позитивную информацию. Собственно, этому и посвящена наша сегодняшняя игра. И я приглашаю на сцену нашей команды, которые вчера вечером получили задание и целый день посвятили тому и ночь, возможно, тоже, для того, чтобы подготовиться и создать вот эту вот веселую атмосферу. Дорогие друзья, вы готовы выйти на сцену? Они почему-то раздеваются, они думают, что здесь все-таки лето на сцене. Да, кто-то одевается. Да, друзья, проходите. И пока наши команды проходят, я попрошу наши жюри, которые мы пригласили, пройдите, пожалуйста, за столик вот здесь вот впереди. Да простят нас все создатели НТВ, РЕН-ТВ и всех, кто вещает непозитивную информацию. Мы сейчас будем реконструкцию наводить в системах СМИ. Имеем полное право, потому что мы тоже люди, мы живем на этой планете Земля, и мы хотим, чтобы здесь было чисто, интересно, по-доброму и весело. Все команды на месте. А где третья команда? Я ее не наблюдаю. Вот где? Это одна, да? Это вторая. А где третья? Вы. Это уникальная команда, наверное, они называются невидимки, потому что они целый день друг друга и ищут сегодня, ходят. В КВН в обычном, да, люди готовятся там месяц, может, даже больше, да? Здесь сутки. Да ты мой хороший. Я сейчас прям... Еще ничего не началось. Сегодня с нами мастер переодевания, вездесущий, создающий, увеселяющий квас, Игромир, пожалуйста. Кто не верит, посмотрите. Все время ходит веселый, под квасом, короче. Да, с нами сегодня человек с другой планеты. Оранжевые солнцы. Да, оранжевые человечки. И вы понимаете, да, что у Александра Ларина просто забыли оранжевые человечки с другой планеты у нас. И он сегодня тоже будет в КВН и будет просмотреть и оценивать, а может, не оценивать, поддерживать наших ребят. Достаточно. Спасибо. И с нами еще сегодня волшебная женщина из долины реки Жанэ, Татьяна. Наши дорогие жюри каждый конкурс будет оценивать. Наши оценочки очень необычные. Там у нас есть добро, люба. Что там еще есть? Худа, пойдет. А накол есть? А, здесь нет накола, да. Значит, на восхождение накола нет. Тут только подкол есть. Хорошо. Дорогие друзья, мы сейчас узнаем, как называются ваши команды из конкурса приветствия. Здравия всем. Наша команда называется Восхождение ТВ. Это телеканал Восхождение ТВ. Мы заряжаем мозги и разряжаем атмосферу. Наш спонсор – фестиваль Восхождение. Поэтому у нас нет денег даже на аппаратуру. Нам приходится ездить по стране и выступать вживую. Начинаем новости с сурдопереводом. Нам нужен стульчик. Та-та-там, та-там, та-там. Новости с сурдопереводом. Рекордная посещаемость водопадов зафиксирована на фестивале Восхождение 2018. Вчера статисты насчитали одновременно 387 астральных тел, купающихся в чаши любви. Предполагается, что физические тела в это время находились на одном из медитативных сеансов, либо в своих палатках. Откуда переться на водопады им было тупо лень. Массовый митинг енотов прошел на фестивале Восхождение. В связи с отсутствием мясной пищи в рюкзаках участников фестиваля. Ту-ту-ту. На днях на фестивале Восхождение прошла игра «Люблю тебя с первого взгляда». Наш корреспондент побывал на месте событий. Представляем вашему вниманию небольшой видеосюжет об этой игре. А сейчас на нашем телевидении рубрика «Полезные советы». Один из телезрителей прислал нам совет. Как пройти без бэджика через ворота КПП. Это заплита информация. Это заплита информация. Я безнадежда ложная. А сейчас будет у нас программа «Любовь с первого взгляда». Приглашаю на сцену участников. Юношей и девушек. Задание участникам. Узнать имя этой девушки. Итак. У меня даже не получится. Что вы там мямлите? Не получится. Да мужик вы или нет в конце концов. Как вас зовут? Да золки ж ты, малки. Ты мужик вообще или нет? Ну-ка давай. Как вас зовут? Ну вот, опять пары не будет. Следующий участник. Да, я уже готов. Где она? А, вот она. Девушка, девушка. Это мне даже все равно, как вас зовут. Пойдемте. Я знаю, здесь один свободный красивый дольмен. Мы устроим такую медитацию. Куда же вы? Опять остались без пары. Продолжаем выпуск новостей. Объявление. По многочисленным просьбам участников фестиваля мы организовываем новый мастер-класс по удерживанию равновесия и принятию безопасной позы при посещении туалетов. Информация у администрации телеканала. Тюм-тюм-тюм. Сегодня в редакцию нашего телеканала поступила жалоба от инопланетных пришельцев о том, что их часто принимают за участников фестиваля восхождения. Уважаемые участники, пожалуйста, будьте внимательны. Бледный цвет кожи, квадратные глаза, нетрадиционная одежда. Это все признаки участников фестиваля. Будьте внимательны. Дубль два. А сейчас на нашем телевидении рубрика «Полезные советы». Один из телезрителей прислал нам совет «Как пройти без бэджика через ворота?» Случай на КПП. «Эй, стой! Где бэджик?» «Слушай, брат, нет бэджик!» «Нет бэджик, нет про охот!» «Брат, ну пропусти по-братски!» «Нет!» «Ларин ругаться будет, не пропусти!» «Слушай, да я Ларина и обнимал и целувал при встрече!» «Да у меня вообще как брат!» «Пропусти!» «Нет!» «Без бэджика, нет!» «Слушай, Надежда Сказкина, знаешь?» «Она мне сказала, «Изя, брат, я тебе тут разрешаю ходить без бэджика в ОСД, где хочешь!» «Я ей говорю, «Надежда, брат, если меня не опустят...» «Она мне говорит, «Слушай, если тебя не опустят, я приду и в ОРБЕЖ закатаю того, кто тебя не пустит!» «Так что я пройду!» «Нет!» «Нет?» «Нет!» «Все, звоню, Надежда!» «Ладно, стой, шутка не понимаешь!» «Проходи, проходи!» «Вон, Надежда, привет!» «Я не буду комментировать, а то боюсь Урбич не удержать!» «У нас следующая команда, и она тоже представится!» «Здравствуйте, дорогие друзья!» «Наш телеканал называется «Твори Добро ТВ»» «Твори Добро ТВ» «Распространение светлых мыслей, радостных новостей и целей по Руси, матушке, Америке, матушке, Индии, матушке, Африке, матушке, Австралии, матушке, и Казахстану, батюшки, является целью нашего ТВ» «Кушать овощи пора, сорванные с грядки, Ишь падет проблем гора, Будет все в порядке!» «Улю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю, Крашенет родной земли, А мы конфетки еле-еле Очень сильно располнили, А на мячик перешли, Стали стройники не мы!» «Опа! Опа! Садится ныр, опа!» «И Иния, Евразия такая, Вот такая зия!» «А если хочешь, как здоров, Нужно закаляться!» «Всем всегда делать добро, И в речке же не купаться!» «Улю-лю-лю-лю-лю-лю, Крашенет родной земли!» «С Вами был Игорь Любимов!» «Спонсорами нашего телеканала являются Святой Дух, Святой Дуб, Святая Яблоня, Святая Вода и Светлый Друг, От всех недуг!» «До следующей встречи!» «И у нас следующая команда, звезда у нас сцены, Уже не может просто посмотреть!» «Мы ловим твои энергетические потоки!» «И следующая команда знакомится с нами!» «Я в танке!» «И я директор телеканала ПКК!» «Более подробно о нашем канале расскажет наш самый-самый-самый горячий репортер!» «Он бывал в таких страшных местах, что даже мне страшно!» «Тыжды контуженный, дважды раненый!» «Дед, ты!» «Напой!» 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 «Наш канал называется Первый канальный канал!» «ПКК!» «И ККП!» «И цель нашего канала это очищение!» «Просветление!» «И озарение!» «И озарение!» «И озарение!» «Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да!» «Спонсоры нашего канала!» «Чревоугодие!» «Пищевая зависимость!» «Люди какают, а денежки капают!» «Славянская одежда от льняной радуги!» «И наш генеральный спонсор Бог!» «Он же творец и он всегда с нами!» «Бог с нами!» «Идет 2018 год!» «Вся жизнь крутится вокруг туалета!» «Люди поклоняются туалету!» «Слагают про туалеты легенды!» «Делают золотые туалеты!» «Люди напрягаются в туалетах!» «Люди напрягаются в туалетах!» «Люди развлекаются в туалетах!» «Люди жить не могут без туалетов!» «А вы знаете, если съесть красный перец, а потом сходить в туалет, потом на место очень жжет» «Ну ничего смешного, ничего, я понимаю тебе...» «Ничего смешного» «Крепись» «Туалет это очень важно для женщин» «В туалете можно припудрить носик», «Можно спрятаться от детей» «А еще в туалете можно посидеть в соцсетях» «Можно книжку почитать» «Или дезодорант» «Можно даже постоять на руках» «Там-там-там-там-там!» «Загитая» А-а-а-аㅠㅠ За это... glass... ahhhh... зас naszych 여러분들 засCry Я НЕ ХОТЬЮ В ТАЛЕТ о господи пушки я не хочу я хочу в туалет Ну господи, пошли мне в чем в пол, он тоже не мог, ну выходи, мужик, мужик, выходи. Шло время, наступил 2021 год, люди перестали, начали питаться, как дышать. Наступило изобилие просветания по всему миру. Земля превратилась в райский сад, туалеты стали не нужны, люди перестали смотреть телевизор. Повсюду зацвели сады, все страны помирились, отменили визовый режим. Экология восстановилась, звери-птицы стали друзьями, люди перестали смотреть телевизор. Что делать? Что делать? Что делать? Наш канал закроют. Нет, люди перестали ходить в туалет. Наш канал больше не актуален, первый канал не актуальный. Как? Как не актуальный? Все, все, все будет хорошо. Я в танке, я что-нибудь придумаю, нас не закроют, нас не закроют. Туалет, туалет больше не нужен, люди стали питаться, как дышать. Туалет стал не нужен, никто в него не ходит. Что делать? Мне нужна помощь. Мы поменяем вонючие туалеты на вечерние. Теперь в моей жизни больше свежести и любви. Люди вдохновенно совершенствуют среду обитания, а президентами соглашаются стать только шуты и сковорохи. Я в танке. Хочется вас поддержать, но не хочется вас поддерживать. Я прямо сейчас буду честна, что нет, ребят, так не пойдет. Вот сцена, это на самом деле такой большой рупор. Простите меня за лирическое отступление. Но вот то, что мы вещаем со сценой, на самом деле оно все туда проходит. Вот ваши туалеты, они оказались сильнее того, что вы потом сделали. Понимаете? И вот как бы такими туалетами запахло прям вообще. Вот короче, коли вы уж пошли на это, то либо вы меняете вот эту всю тему, да, либо я не дам вам возможности просто. Это было только начало. Вот, отлично, давайте, да. Но я вас, да, предупреждаю, потому что несу ответственность за каждое слово сказано с этой сцены. Поэтому давайте либо мы держим градус выше, вот жопы, простите за выражение, если уж вот так, вот, либо мы, короче, смеемся высоко, да, но иначе какой смысл нам вообще делать это КВО, друзья, да, если мы будем смеяться над письками и попками. Ну че ж, мы же люди, мы же культурные люди. Так что есть еще шутки на свете, честное слово. А мы переходим ко второму конкурсу, и этот конкурс называется «Разминка». Я вижу просто задумчивые глаза жюри такие. Собственно, я тоже сейчас пытаюсь вдохнуть аромат реки Жанэ после всего произошедшего. Я понимаю, что, может быть, мы как-то однажды запустили эту тему, она была смешной, но, в общем, поднимаемся выше. И нам нужны ваши оценки. В любом случае, мы продолжаем дальше. И ваши, пожалуйста, оценки. Команде «Восхождение». У нас есть деляночка, она записывает «Добро, добро, Люба-Люба». А, нет, «Люба-Люба-Люба» и «Добро» одно, да? Добро. Вторая команда называется «Твори добро» и ваши оценочки. «Люба-Люба-Люба» пойдет «Добро». Так, и у нас есть волшебная «Пока-пока» команда. Вот если она не перестанет так шутить, то будет «Пока-пока» прям ей. Давайте. Ваши оценки. «Пока-пока» порадуемся. «Пойдет, Люба-Люба, добро пойдет». Следующий конкурс у нас называется «Разминка». И он импровизационный, да? То есть, в каске. Человек в каске. Ну, я пока в каске вижу. Вынеси вот эту штучку вперед. Смотрите, следующее задание было такое. Задание. Они, вот это задание они не готовили, они не знают. Это импровизация чистой воды. Значит, добрые новости. Мы будем сейчас с вами сочинять добрые новости. Тему предлагаю выбрать зрителям, то есть, предложить ребятам тему. И, друзья, какие есть предложения? О чем или о ком вы хотите услышать добрую новость? Полнолуние. А, ну, в смысле? Полнолуние, которое было вчера. О полнолунии, которое было вчера. Хотят люди услышать добрые новости. Итак, телеканал «Возрождение». «Восхождение 20», «Восхождение ТВ». Да, «Восхождение ТВ» и добрые новости в эфире. А теперь новости о полнолунии. Блин, мне на эту букву, что ли, сейчас надо? Возможно. Ну, где я возьму мысли, у меня башка пустая. Добро твори. Если позволишь, сотворю. Про полнолуние вспоминайте. Ё-моё, точно. Жизнь хороша, когда луна полная. Зачем даже ты секрет такой выдаешь? И что с того? Как теперь? Люди будут жить? Любовь будут чувствовать под полной луной. И множиться. А чё ты с «и» начал? Просто множиться. А чё ты с «п» начал? Не, множиться. Множиться. Ну да, хорошо, пойдёт. О, отлично. Полная луна — это энергия. Растёт она в полнолунии до максимума. Слушай, в полунии она уже не растёт, она уже выросла до полного размера. Тут ты абсолютно прав. Умный я. Фантазивов. Хамишь, парень? Взор соблюдаю. Чё? Что слышал? Что слышал ты вообще? Русский. Я садился. Или ты на жарковник? Сейчас я тебя, слышь? Иди сюда. Ребята, не ко мне. Юля, иди-ка сюда. Я сам справлюсь. Спасибо. Ну вот это главное. Спасибо. Ну если какую тему предложим, друзья? Казачи-вакси. А ещё есть тема. Кратив. А? Давайте про любовь. Про любовь? А что про любовь? А всё про любовь. Они готовы. Первое свидание. Первое свидание. А ты начнёшь, да? А ты начнёшь? Милая, да? А были сегодня удивительные... Подожди, а кто начнёшь? А. А я сказал... Кто начнёшь? Кто начнёшь? Владимир начал. Я сказал, а ты начнёшь? А я продолжила. А она сказала, она «Б». Ну что, что... Были сегодня удивительные встречи прекрасных влюблённых. Что? Вроде бы так всё и было. Гадали они, гадали. То по ромашке, то по озеру, то по листочкам. И в итоге просто обвенчались. Думали они, думали. Мальчик или девочка. А в итоге... А в итоге... Она уже вся там. Ёжкин кот. Елена. И Вячеслав. Родились. Ёжик мимо пробегал, когда он любовь... В любовь... Чё там в любовь? Ты чё там играл? Он когда... Ёжик мимо пробегал, когда же он любовь познал. Жизнь познал. Не только в саду, но и в райском восхождении лесу. Это... Японский... Всё. Одного... Раз, два, два... Знаю, знаю, я там был. Я с тобою жизнь творил. И творили мы добро, и текло оно рекой, и любовь. Каждого встречала... Одного предложения будет достаточно. Котик миленький родной, он нам стал... Прямо как свой. Лев тут мимо пробегал, с котиком в любовь играл. Мышка. Мышка тоже называла. Ну и нас она встречала, потому что всем дана любовь прекрасная нужна. Это надеюсь. Как же ты, любовь, права? Просто я влюблена. Рыдать я буду от любви. С тобой, любимый, порыдаем. Ты... 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 Ты так прекрасна. Уля-ля. Хрен бы нам, чтобы я чужин была. Сынная моя, цензура тут надо бы нам побывать, да? Что ты, что ты, милый мой, вся цензура спит домой. Что ты, что ты, на, я тут. Тише, тише, нас ведь ждут. Счет закажешь, ты, любимый. Она пошла пить кофе в этот... Как-то... Душа? Душа на кафе. Эй, дорогая! Южный берег, Крыма. Среди них, влюбленных, насовсем. Я в том. У нас есть возможность пообщаться с президентом России в 2120 году. И у нас такая прямая линия с президентом. Что интересного происходит в нашей стране, в ваше время? Уважаемый Владимир Владимирович, что интересного происходит в нашей стране в ваше время? Ваше? Да, ваше. В 1120 году. Не знаю, мне из мавзолея не видно. До всякого разного у нас происходит. В североамериканской области за дальневосточного региона выбрали нового губернатора Трампа. Был поставлен рекорд рождаемости. В одной семье был рожден 120-й ребенок. Поэтому мы стали выдавать материнский капитал, начиная с сотого ребенка. Был вчера на 115-м фестивале восхождения. Прошел 10 оздоровительных практик, 3 посвящения, массаж от алфея и две чистки. Мне пообещали, что я прожил еще 100 лет. После всемирного просветления на земле статистика изменилась. В наше время на 10 девчонок, по статистике 20 ребят. Внимание, вопрос. Уважаемый Владимир Владимирович Второй. Где женщину брать? Дорогой мой, детей надо побольше рожать. После всемирного просветления статистика на земле изменилась. На 10 девчонок стало 20 ребят. Внимание, вопрос. Владимир Владимирович Второй. Где женщину брать? Ребята, но 3 9-ое царство большое. Осваймайте. Первый канальный канал. И что бы вы сказали, если бы вам больше нечего было сказать? Я устал, я ухожу. Что бы вы сказали, если бы вам больше нечего было сказать? А на земле быть добру, быть на земле рассвету, песней своей эту мечту. Ну, мы разнесем по свету. Аплодисменты. Дорогой мой, Владимир Владимирович, планируете ли вы выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах президента России? Разве это не очевидно? А вы из Мавзолея будете предвыборную кампанию ввести? А меня как выдвинули, я тут и стою. В 2100 году пост президента России был упразднен. А сейчас я царь сия Руси. Второй вопрос от команды «Твори добро». Есть у вас вопрос? Давайте. Уважаемый Владимир Владимирович Второй, планируете ли вы принимать участие в хороводе мира 2120? Владимир Владимирович Второй, планируете принимать участие в хороводах 2120 мира? «Водят хороводы по Святой Руси»? Ему больше нечего сказать, друзья. И ваш ответ, ребятки. Уважаемый Владимир Владимирович Второй, планируете ли вы принимать участие в хороводе мира 2120? Ох, не царское это дело, ребятушки. Ребятки, а кто без меня его вам одобрит? А у нас такой вопрос. Что такое президентское счастье? Вообще, президент это же тоже человек. Ты для нас сейчас секрет открыл. Вы думали, инопланетяне. У нас такой вопрос. Что такое президентское счастье? Ребята, поспать бы. А у нас такой вопрос. Что такое президентское счастье? Ребятушки, это когда же я уже смогу наконец оставить свой пост и отдохнуть в мавзолее. А вы как думаете? Пока-пока. как думаете? У нас такой вопрос. Что такое президентское счастье? это служение. Это служение. Мы можем только доказываться, что он в этой тачке везет. У нас еще есть вопросы от зрителей. Вот что. Да, есть у вас вопросы, дорогие телезрители? Ну, давай. А, вот, у меня есть вопрос к вам, команды, дорогие. Дорогой президент 2120, скажите, пожалуйста, это не вы случаем оставили в нашем прошлом своего потомка? Это же мой родненький. Пойдем с родненьким. Давно мечтал. А маму знаешь его? Дорогой ознакомился. Слушай, тебе повезло, парень, ты сын президента. Мама, есть или нет? Ну, че такое? Нашли. Отдайте ребенка и слушаем вопрос. Добрый вечер. Надя, на вопрос поздари. Нет, нет, мой вопрос снимается. Это же нормально. Ну, давай, давай, отвечаем. Дорогой президент, не вы ли оставили в нашем времени своего ребенка? И от кого? Может быть, но я своих не сдаю. Да, наш казачок засланный. Открыли ли секрет двигателя внутреннего сгорания у лампочки? Как он работает все-таки? Давай. Ребята, ну вы там у вас продвинутые, мы понимаем, а у нас дрова закидываешь, поджигаешь, горит. Открыт ли секрет внутреннего сгорания у лампочки? Ну, открыт термодинамическая система макроскопических тел, при постоянной температуре называется термической, мы всем известны. Есть и какой-то совет восхождения 2018? нас. Открыт ли секрет двигателя внутреннего сгорания у лампочки? Молодой человек, предлагаю вам добровольно признаться о том, откуда у вас эта информация, и тогда мы упраздним вам срок. Он и так 10 лет ждал, понимаешь? Ему можно апелляцию выписать. Так, следующий вопрос. есть еще из зала у нас какие-нибудь вопросы? У меня вопрос один и тот же. Мы играли на трофесте в кого-то, да, и был вопрос. Вот первые фестивали, вот конкретно здесь, мы проводили на пустыре, тут был абсолютный пустырь, вот под этим навесом просто на земле лежал ковер, была маленькая какая-то системка такая звуковая, было... Долго повторять саду потом вопрос. Да, я просто это... буду маленькую часть повторять. В общем, не было ничего, было много людей, и когда не было ничего, не было никаких претензий. Потом появились туалеты, души, потом появилась инструкция, структура... Даже появилась команда про туалеты. Куча всего, там, дом культуры, кафешки, и вместе с этим всем появилась куча претензий. То есть вот сплошные претензии, все не так, все не так. Вот вопрос, как избежать претензий а вот туалетов добавить. Хорошо, прислушаемся. В малое время ко мне не было претензий. Вывести все, что ли? Есть ответ, на чем вы растерялись-то? У них все с туалетом, нормально, потому что у них претензий нет, и ответ умеешь на жить в осознанности. А мы тут собственно чем занимаемся? Так и непонятно. непонятный ответ. Ладно, хорошо. Вполне. Претензий у нас нет. Повторите вопрос? Как избежать претензий? Я забыла. Ешьте то, что она ест. Давать людям в еду, и они будут забывать, что не хотели сказать. Александр, у меня претензия какая-то. Я забыла. претензий нет. Веселимся, хора, Тра-та-та. Давайте я заменю. Теты? Смотрите, пожалуйста. Как избежать претензий? Я не поняла, какие претензии? А наши, дорогие наши жюри, ваши оценки командам. Восхождение 2018. Люба, 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 Люба. Все прям, все Любы у нас там. И команда «Твори добро». Проявилась добро, добро, добро. По-доброму проявилась команда. И команда «Пока-пока». Все «Добро», одно «Добро», три «Люба». Ну что, молодцы, да. И сейчас у нас с вами следующий конкурс. Внешно, любое телевидение, ну что, как вы думаете, реклама, двигатель торговли, как говорится, и в общем-то, если рекламу в доброе русло пустить и в доброе направление пустить, то тоже будет хорошо, но не переборщить. И у нас было такое задание. Наши дорогие команды, уйдите по-другому, три, иди, 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 наши дорогие команды готовились вот эти сутки и придумывали рекламный ролик. Задание было следующее. Выбрать любой полезный товар на нашей ярмарке и его отрекламировать. Ищите, где отдохнуть в конце сентября. Фестиваль Восхождение 2018 ждет вас на нашем фестивале. Вас встретит гостеприимный, добродушный хозяин Александр Ларин. Он уже три года ни с кем не дрался. Только у нас купание в ледяной реке Жане. Там вас может ожидать внезапный бесплатный стриптиз. Здесь вас также ждет самое большое количество оригинальных туалетов конструкции Ларина под каждым кустом. Только на Восхождении вы можете увидеть редчайшие породы таких животных, как вегетарианские коты и сыроические собаки. Они порвут на части вашу гречку и растерзают вашу пшеничку. Только у нас на фестивале вы можете приобрести натуральный природный запах тела, который обязательно поможет вам найти свою вторую половину. Потому что других запахов тут просто нет. Фестиваль Восхождения «Сказки наяву». Точнее, «Сказки наяву». Спасибо. Молодцы! Молодцы! «Сказки наяву». 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 он поможет вам найти свою вторую половину и стать и пользоваться популярностью противоположного пола мимо этого он очищает вашу карму вашу энергетику ваше тонкое тело и даже кишечник это не чудо а также как уже сказал он легко помогает начать пользоваться популярностью у противоположного пола даже если раньше вы этим не страдали мы сейчас это докажем прям приват братья хочет кто-нибудь это проверить на себе парень поднимает руку иди сюда парень сейчас мы вам явим чудо сужай парень ты пользуешься популярностью девушку хочешь пользоваться что это такое смотрите что произойдет я ему даю это чудо камень в руку и так есть зале девушки кто хочет обратить внимание теперь на этого человека девушки но это еще не все братья и сестры обратно мы сейчас еще покажем вам это может этот камень он может и исполнять любое ваше желание что любое кто хочет проверить поднимите руку кто хочет проверить о вон уеду бежим мужика сука станька есть у тебя какое-нибудь желание да пою дай нам его не холодно можешь что-нибудь на голову смотри что сейчас произойдет я отдаю тебе этот чудо камень который исполняет желание и сейчас вы все убедитесь оно будет исполнено держи парень я скипку твою желание исполнилось да вот вы все свидетели это чудо камень сделал это ли не чудо братья и сестры я вижу по голосам этого парня тоже есть желание у тебя есть желание? есть огромное желание хочешь чтобы он исполнил? да я знаю ну давай-ка паникаем я дам ему свою смотри что произойдет сейчас даю тебе чудо камень это чудо это чудо но это еще не все чудеса дело в том что цена этого камня 1000 рублей но только сегодня только для вас присутствующих здесь специальное предложение вы можете приобрести два камня по цене всего 2000 рублей это чудо итак за камнями кстати остерегайтесь подделок оригинальные чудесные камни продаются только у администрации телеканала восхождение ТВ спасибо за внимание реклама на ТДТВ свет мой зеркальце скажи кедровый орешек послушай живой он может однажды проснуться весной кедровые рощи аллеи леса мы высадим вместе ликует душа однажды проснемся с тобой по утру сынишка с собой позовет зарю коснется макушек осенний рассвет и первая шишка в ладони моей о боже прекрасная родная земля себя возрождая дает семена кедровое масло орехи и жмых эфирная хвоя живица пыльца здоровьем наполнит наши сердца наполнен энергией рощи своей она же застит и твоих сыновей а внуки кедровое пьет молоко а как на подушках нам спится легко матрасы лузгои наполнили мы подушки и стружки сибирской сосны ты вырасти рощу свою для детей хорошие мысли рождая теперь усилит подхватит любую мечту даря всему миру любовь красоту каждую семью по кедровой роще русские лапти самопляски плесульки топотульки педагоги а ну а а ну а а а Уровень заряда не ограничен. Только сегодня 45 размер по цене 32. Подходи русские лапти, танцульки, плесульки. Русские лапти, купи и танцуй. Наше кедровое молочко, самое молочковое молочко в мире. Таись, шишка, большая и маленькая. Вашему вниманию представляется из нового будущего на воздушной подушке туалет-самолет. Туалет-летающая корзинка. Сменные туалетные ящички на воздушной подушке. Полностью автоматизированные, экологически безопасные. Освобождает организатора на 6 часов в сутки. Новомодный браслет на торсионных полях. Вечный браслет. Приобретайте вечный браслет на торсионных полях. Можно подарить на помолвку, на годовщину, девушке, мужчине, ребенку. В хозяйстве пригодится. ТД-ТВ. Глюкофон 43. Пожалуйста, завтра с 9 утра подходите. Недалеко от регистрации. Палатка к Лехе и Ксюхе. Я даю секундочку. ТД-ТВ. За вот такими штуками. Итак, друзья, я приглашаю вас в наше закулисье. Первый канальный канал. И сейчас, только сегодня, и только сейчас. Вы увидите, как снимается рекламный ролик на нашем телеканале. Итак, друзья, внимание. Начали. Эфирные масла рекламируем. Давайте. Реклама. Реклама. Уважаемые телезрители. Я продаю самые лучшие эфирные масла в мире. На ярмарке. Там, где правило. Прям действительно. Это честно. Это я просто сейчас рекламирую свой товар. Подходите, покупайте сандал. Иланг-иланг. Почули. Витивер. Отлично. Может быть, я... Что с этим сделать-то надо? Да, мужчина, мужчина, попробуйте. Это вегетарианские эфирные масла без сахара, без ГМО. Отлично. Стоп, камера, что вы делаете? Зачем вы пьете это масло? Господи, отдайте бедной женщине масло. Вы должны его нюхать, нюхать. Хорошо, хорошо, хорошо. Продолжаем. Камера, мотор. Мужчина, попробуйте наши вегетарианские эфирные масла без сахара и без ГМО. Мужчина, попробуйте наши вегетарианские эфирные масла. Но я сейчас вам расскажу, что с ними делать. Эфирные масла — это душа растения. И каждый из нас уникален, так же, как и каждое растение. И глядя в ваши глаза, я понимаю. Я понимаю, что вам нужно. Вам нужна туалетная вода с ароматом фестиваля Возрождения. Где музыка? Где музыка? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Нирвана должна сейчас играть. Нирвана играет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Стоп, снята! На самом деле, я уже не первый раз на Возрождении. Очень люблю это место, и много чего произошло у меня здесь. И всегда приезжаю не одна, всегда приезжаю с волшебными камнями и рассказываю каменные истории. И сейчас такую небольшую историю мы расскажем с моими коллегами. А сейчас я хочу пригласить какого-нибудь такого типичного, простого, обычного человека из зала, приметного такого. Вот можно вас, молодой человек? Случайный. Случайный совершенно молодой человек. И я буду немножко рассказывать про камни. А вас, молодой человек, я попрошу чувствовать свое сердце, интуицию и просто делать вот выбор, к чему вас тянет. Вот. И вот первый камень, про который я буду рассказывать, это горный хрусталь. Горный хрусталь — это осознанность, это просветление, это ясность. Как вам это? Следующий камень — это розовый кварц. Розовый кварц — это камень любви, нежности, мягкости. И вы видите, как открывается сердце. Просто моментально сердце открывается. Следующий камень — это цитрин. И цитрин — это камень богатства, процветания, благополучия. А? Деньги потекут к вам рекой, просто польются к вам деньги. Молодой человек, как вам, как вам? Я покорю. Ну, мы переходим дальше. И следующий камень — это сердолик. И сердолик — это камень энергии, это камень страсти, камень, не знаю, цензуры, не цензуры, но мы все люди. Ну, камень страсти, да. Чего ты мне сказала? Ну-ну, молодой человек, делайте ваш выбор. Пойдем! Хотя, все-таки я возьму его. А, все-таки осознанность и просветление. И вы видите, друзья, что происходит, когда человек в осознанности, все остальное пошло рядом с ним. И любовь, и богатство, и, ну, все остальное тоже. Пойдем, пока-пока. Ну, что тут, цензура, не цензура. А деньги я все-таки возьму. Ну, что, дорогие друзья, я прошу вас выйти на сцену. Сейчас жюри выставит вам оценки. И сразу уже будьте готовы к следующему конкурсу. Следующий конкурс у нас музыкальный. И было задание у ребят придумать, либо найти, либо сочинить, либо что-либо сделать, чтобы появилась песня благодарности. Вот, большой вселенской благодарности. Ну, еще хорошо вспоминать, что мы все-таки в КВУ играем, да, и не только осознанно, но еще и веселые. Пусть у вас будут, да, веселые песни, пусть они у вас получат. А куда вы делите третью команду? Вот, как поступать с конкурентами. Твори добро! Вы где? Давайте мы пока сейчас... Как команда Восхождения? Любушки все у них. Молодцы! Томанда, твори добро! Добро, Люба, добро, добро! Добро! Ну что, были интересные у вас находки, здорово. И команда, пока-пока! Пойдет! Люба, Люба и добро! Так, ну хорошо. И есть у вас готовность к следующему конкурсу? Мы видим, течет река Жанэ, Возрождение, восхождение. Здесь, на фестивале, Все мы собрались. Тем, кто здесь творит прекрасное, Чистое и очень ясное, Благодарность ждем вам всем, Свостом зашитись. Мы желаем счастья вам, Счастье в нашем мире родном, Как солнце по утрам, Пусть оно заходит в дом. Мы желаем счастья вам, И оно должно быть таким. Родил ребенка сам, Советом поделись другим. Благодарны мы, Святой Руси, Где сбываются наши мечты, Поселяя сердце радость и любовь. Светлый образ мы с тобой творим, Землю всю с собой благодарим, И сажаем вместе мы Репу и морковь. Мы желаем счастья вам, Счастья в нашем мире родном, Как солнце по утрам, Пусть оно заходит в дом. Мы желаем счастья вам, И оно должно быть таким. Создал поместье сам, Делом вам и другим. Ура! Браво! Молодцы! Здорово! Теперь давайте команду «Пока-пока!» Микрофончик умер. Так, 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 переписываем. Что я хотел сказать? Вот наша команда «ПКК». Мы умышленно начали за упокой И хотели завершить за здравие. Да, за упокой было, Но не понравилось, И что с того? Мы старались. А что ты оправдываешься? Ты делай свое дело, А все все сами поймут. Это было продумано. Это, между прочим, не мешать. Вот не надо вот этого. Не надо. А может надо? А может надо? Знаете, мы не соперничаем, Мы сотрудничаем. Не надо, значит, песня, значит, песня. Туалет. В туалет. Ой, подожди. Подожди. В туалет. В туалет ты держишь путь, В туалет ты держишь путь, Веселей, дорога, Ты бумагу не забудь, Ты бумагу не забудь, Ты бумаги плохо, Что Европа, США, Эмираты, Гоа, В туалет ты нам нужны всегда. Что Европа, США, Эмираты, Гоа, В туалет ты нам нужны всегда. Но послушайте, друзья, Но послушайте, друзья, Наши туалеты, сколько можно класть на них, Убирают дети, что Европа, США, Эмираты и Гуа, Осознанность нужна всегда. Славься русская душа, Славься матушка земля, Сотворим мир вместе, Будет чистая земля, Будет чистая земля. Частью нашим детям, Что Европа, США, Эмираты и Гуа, Осознанность нужна всегда. Что Европа, США, Эмираты и Гуа, Осознанность нужна всегда. Ла 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 ла. Осознанность нужна, но после вашего первого выступлений, дети вот здесь стояли и говорили... О, я не могу больше терпеть, я не могу больше терпеть. Русь моя страна бескрая, Голгородяй тебя родная, Все мы дети твоей сути, А ты мать детям своим. И о будущем мечтая, Тебе счастья желая, И поместья создавая, Твою силу возродим. Ой, Русь, матушка родная, Любовь я тебе дарю, Ты свет миру истощаешь, За все тебя благодарю. Крутуру познавая, Наших предков знаменная, Диван дурак отважный, Ворогов всех побеждал. Аленушка сестрица, На все руки мастерица, Богатырь Илья могучий, Нашу землю защищал. Ой, Русь, матуша родная, Любовь я тебе дарю, Ты свет миру истощаешь, За все тебя благодарю. Хороводы, песни, пляски, Познавательные сказки, Там, где я жизнь с чистым сердцем, Бабку Ёшку охмурял. Слово русское родное, Для моей души святое, Поговорки и частушки, С вами мудрость познавал. Ой, Русь, матушка родная, Любовь я тебе дарю, Ты свет миру истощаешь, За все тебя благодарю. Мечта, вера и надежда, Сказкина надежда Собрала всех нас Все, что нам для счастья надо, Любовь от каждого из вас. Любовь от каждого из вас. Молодцы. Благодарность вам большая, друзья. Что хочется сказать немножечко в завершение. Вы знаете, который год мы уже здесь, Который год мы уже проводим КВО, И просто видно, Как сильно, как здорово растут люди, Как быстро они уже умеют настроиться И выдать что-то очень интересное, Что-то очень красивое. Ребята, вам огромная благодарность, Потому что вы уже невероятно как-то сонастроены, И уже это похоже на игру, да? Если первые игры, Они как-то на комментах там что-то делались, Еще как-то тоже были здоровские, Но здесь уже видно, Что сформированы команды, И что они играют, Что они вовлечены, увлечены, Каждый идет, какой-то свой опыт, Свой вклад вносит и получает. И я надеюсь, что продолжая это делать, У нас действительно вот люди увлекутся. Да, мы будем корректировать всяко, Потому что мы несем ответственность, Клуб веселых и осознанных, Мы несем ответственность за каждое сказанное слово С этой сцены. И будем корректировать, будем бороться, Блин, за чистоту. Но, да, будем это делать. И радует то, что вот такое у нас уже получается. Люди за сутки спеваются, Ну, в смысле, поют вместе. Поют вместе. Делают что-то интересное, Рождаются здоровские шутки, Которые... Вообще, для чего это все было придумано? Почему в этой шутке? Потому что нашим детям хочется повторять за нами, Хочется что-то... Ну, вот, вот... Понимаете, да? Они повторяют то, что видите в телевизоре, А хочется, чтобы они шутили, Так, как шутят их родители. Красиво, интересно, высоко и здорово. И поэтому я вас благодарю, И прям призываю играть и дальше. Может быть, даже сыгрываться в какие-то уже там команды интересные. Я, например, вот прям до того, Как вы поставите оценки, Я бы хотела некоторых ребят просто выделить, Вот тех, которые реально вот радеют за дело, Каждый раз приезжают. Вот капитан вот этой команды, Виталик, твой замечательный напарник, Дима, да-да-да. Вот здесь ребята очень интересные и креативные, Вот, и я думаю, что мы еще с вами сыграем не однажды, Еще поговорим на этой сцене. Давайте поставим им оценки за последний номер. Кстати, ладно, мы с тобой же конкурируем. Лишь, не только ты здесь всех собрал, но и я. Дальше мы с тобой дружим, да. У нас вообще любовь, Саша. Сотрудничаем. Сотрудничаем. Давайте, первое восхождение. Люба-Люба. И Люба тоже. Ну, просили, получили. Твори добро. Люба-Люба. Люба-Люба. Добро. Добро. А кто добро у нас был? И пока-пока-шки. Добро, Люба-Люба, добро. Сидел без комментариев. Четвертый, пятый год, не знаю. Решил прокомментировать. Почему так? Почему столько есть поводов для шуток у нас? На самом деле, друзья, на этой поляне запах идет от единственного туалета, который сделан правильно, по всем нормам, как это положено. У нас один единственный такой туалет, мы на него уйму денег тратим, но он должен быть один по определенным причинам. Потому что здесь особо охраняемая природная территория, и он в проекте, и так далее, и так далее. И от него самое большое количество запаха. Вот, скорее всего, мы его закроем, может быть, прямо на этом фестивале. Вот, значит, на той стороне мы не имеем права делать туалеты. В принципе, не имеем права, потому что тут особенно пристальное внимание со стороны природоохраны. Вот сегодня было две комиссии, вчера было две комиссии. Значит, если бы я накопал ям, то было бы огромное количество штрафов раз, и мы бы не смогли находиться на поляне вообще. Потому что, вот, можете поэкспериментировать, у нас есть один такой самопальный туалет. Я за него накажу, конечно, я вот только вчера про него узнал. Люди сами сделали яму. И если вы сравните запах возле этого самопального туалета, который МЖО, да, классический яма, да, и запах от вот этих ужасных, подвергаемых всем, там, значит, ну, короче, нападкам, вот эти ящики с опилками, да, то вы просто почувствуете разницу сами. Вот. Единственный способ, я вот как гуру фестивальных движух проехал все виды фестивалей, и те, кто часто ездит, видят, что туалетная тема – это большая проблема на всех фестивалях. Вот. Есть очень цивильное, цивильно может выглядеть, но вонь там. То есть смысл в том, что сейчас, я закончу, при определенной интенсивной посещении начинает жутко вонять все, кроме ящика с опилками, если люди не ленятся ими посылать. Особенно, если он улетает сам. Да, это я сейчас закажу у вас, я буду заказывать. Поэтому, о чем я мечтаю действительно, чтобы люди ценили наш фестиваль, не 10 рублей с человека в сутки, как сейчас, 9 уже, 9 рублей, средняя ваша оценка нашего фестиваля по орусбору. Понятно, что мы отжимаем там с кафешек, еще с чего-то, с парковки, там, но это за работу, за реальную, это реальный труд реальных людей, которые стоят отдельный день. Но, если бы вы хоть немножечко бы там еще подкинули нам, мы бы сделали нормальные большие ящики с песком, сделали бы тележки сварные, сделали бы нормальные цивильные кабинки. Я примерно прикинул, посчитал, вот, туалетизация нормальная, вот такими компостными туалетами пойдется примерно 300-400 тысяч, чтобы не было вот этих шуточек и запаха, чтобы не было. А пока нету у нас на это средств, ну, значит, вот, выглядит это вот так, но мы будем идти этим путем. Вот, а по поводу того, что я сам это убираю, ну, а кого я еще попрошу, я же хозяин. Вы же, когда к вам гости приходят, вы же не засталяете посуду мыть или там туалетку, убирать. Это мое, как бы, действительно служение. Спасибо. Замечательный вечер. За такой период времени так подготовиться. Волшебно. Спасибо вам большое за ваше творчество. Так, что скажет наша волшебная представительница? Приятно было оценивать ваши прекраснейшие выступления. Вы не просто ангелы-хранители данной территории, вы еще и руководители будущих фестивалей. При этом вас всех озаряет улыбка счастливого солнца. Благодарю вас. Я тоже благодарю зрителей за поддержку, которую вы несете. Тепло. Здесь вообще тепло сидеть только из-за вас. Потому что шутки, которые вы родили за день, это очень важно. Вы прожили неделю на фестивале, увидели все и сумели инвертировать это все, конструктивную критику в песни. То есть мы сублимируем вот эти наши негативы, или кто-то довольствие-недовольствие в шутке. Я рад, что мы можем образно выражаться. И давайте продолжать. А для зрителей, которые еще и не умеют играть или боятся выйти на сцену, это прекрасная возможность проявить себя с творческой стороны. Так держать. Я бы еще знаете, что я сказала? Вы сейчас явились волшебными существами, драконами, которые пышли своими шутками и разряжали, и пережигали в пространстве негативную энергию. Пусть, может быть, которая скопилась не только здесь, а вообще на планете Земля. Вот смех, он творит такое вот явление. Он пережигает негативную энергию и преобразует ее в позитивную, красивую и добротворящую. Но у нас все-таки конкурс, да, все-таки это игра, и у нас есть победители. И победители нашей игры, как вы думаете, какая команда? Вот мне интересно ваше ясновидение. А? Восхождение! Кто-то думает, что пока-пока, а кто еще какие-то? Восхождение! Восхождение! Добро ТВ кто-то думает, твори добро, да? Ну, хорошо. Твори добро набрал 68 баллов. Ваши аплодисменты! Вы же не знаете, это максимум или минимум. Пока-пока набрали 70, и восхождение, соответственно, 79 баллов набрало. И, конечно же, у нас есть подарок для... У нас есть подарок для команды-победительницы. Вы готовы получить свой подарок? Да? Готовы? Дорогие друзья, для вас на этой сцене танцует команда «Восхождение-2018». Вот какой вам шанс. Ладно, поставь какую-нибудь модельку. Абсолютно любую. А под танцом улыбки все остальные. Жизнь прекрасна, снимай маски. Будут ярче краски. Живей, улыбка, счастливый путь. Иди вперед, и ты почувствуешь путь. Жизнь прекрасна, снимай маски. Браво в вашей радости. Жизнь прекрасна, снимай маски. Но про подарок я на самом деле не пошутила. Но про подарок я не пошутила, друзья. Для вас действительно есть творческий номер, чтобы вас отблагодарить за ваше творчество. И у нас замечательный творческий коллектив, который сейчас тоже вас отблагодарит за ваш труд интеллектуальный, душевный, сердечный. Пусть вам будет хорошо. Я еще раз, я прямо перед вами преклоняюсь. Спасибо вам большое за то, что мы это каждый раз делаем. И за то, что вы радеете за наше светлое, смешное дело. А не КВ-чки, кто? КВ-шники. КВ-шники. Кто? Ерати. Ерати? Тоже КВ-шники? Ну и... Страффестовские. А, это Страффестовские КВ-шники, точно. Вот они, прекрасно. Ну что, мы вас приглашаем на сцену. Выходите. В прошлом году, возвращаясь из Крыма, едем мы с Георгием. Смотрим микроавтобус со свастикой. Думаем, кто-то наш. Надо подъехать посмотреть. Обгоняем, смотрим. Опа, Саня, Ларин. Мы так, здорово, дружище вам, так тормозить туда-сюда, остановились. Вот так и поехали к нам. Мы такие, ну поехали. И еще на три дня зависели. А время уже было в обрезку. Но все-таки три дня. И мы попали в страну сказку. После чего, собственно, песенка вот эта и родилась. Которую я сейчас хочу вам представить. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Да-да-да, да-да-да, да-да-да-да, да-да-да-да. Гарит солнышко свет пробуждения, Возрождение, из дековины трельки стопения, Возрождение, детских игл и скрячения, Возрождение, водопады и к звездам стремления, Возрождение, возрождение, В зеленом убранстве, глаз сияния, Прикосновения, теплых рук не встал счастья, Возрождение, в обеденская царство, Слухи смены, на места позднее сияния, Возрождение, да-да-да, 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 На дольменах живет просветление, где Возрождение, Светных душ и сердец единения, Возрождение, да в объятьях жанны исцеления, Возрождение, снова молодых всех поколения, Возрождение, 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 сон зеленом убранстве, Мощные яркие прикосновения, Возрождение, 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 Воздух дышит Добром рук сплетеньем Возрожденьем Влюбленных в сердец откровения Возрожденье Да всем миром ждем чья появления Возрожденье Род пречистый объял все творения Возрожденье Возрожденье Восстанавливает Слышит Слышит Возрожденье 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok